Приветствую вас, и если вы хоснеете перед определенными людьми, это говорит о том, что вы по какой-то причине и стесняетесь. Стеснительность свидетельствует о проблемах с уверенностью в себе, о препятствиях на пути само сознания себя. На уровне социального индивида, то есть вы испытываете проблемы с пониманием того, какую социальную роль, какое место, какое положение вам нужно занять при общении с этими людьми. Возможно, вы неправильно истолковываете их ожидания по причине эмоциональной вовлеченности в процесс, в, так сказать, образ, во взаимодействии с первичным образом этого человека, на котором вы проектируете все свои отношения с остальными. И первое, что в этой ситуации можно и нужно сделать, это понять, вспомнить, с какого момента вы начинаете... То есть, с какого момента перед этими некоторыми людьми вы начинаете сняться, начинаете испытывать дискомфорт, неуверенность в себе и прочее. И вот этот момент, первый момент является на самом деле комплексом, потому что тогда произошла определенная ситуация. Эта ситуация возимела на вас определенное влияние, вызвала определенные эмоциональные переживания. Эмоциональные переживания, скорее всего, не очень хорошие, не очень позитивные. И вы сейчас, на данный момент, не хотите, боитесь того, что вот эти вот эмоции, которые у вас были тогда, повторятся. И из-за этого вы красеете, из-за этого вы стесняетесь. Например, если человек в начале от вас чего-то хотел, ожидал, а вы его ожидания не оправдали, то тогда, естественно, вы теперь боитесь того, что не оправдаете вновь. Ожидание уже других людей, схожих по определенным признакам, всем первичным образом. И, во-первых, нужно разобрать ту первичную ситуацию, дабы вы извлекли из нее правильный, адекватный, конструктивный опыт, чтобы лучше осознали и поняли поведение человека. Важно, чтобы вы научились правильно дифференцировать, различать людей, которые вам встречаются. И в процессе восприятия их видеть то, что есть на самом деле, а не то, что, например, диктуют вам такие органы восприятия, как эмоциональная память, как память поведения и так далее. Это те уровни памяти, которые не контролируются. В качестве примера я могу привести следующее. Допустим, у человека украли вещи. Пусть это будет такой характерный грабеж, когда, знаете, на мотоцикле едешь, допустим, человек и вырывает у женщин сумочку, когда она идет вдоль дороги. Или человек пробегает мимо нее и так же вырывает сумочку. Ну вот представьте себе, что в первом случае женщина слышит звук мотоцикла и потом с ней происходит что-то плохое. И после этого она, из-за того, что память ощущений и память поведенческая будет каждый раз, когда возникает подобная ситуация, будет испытывать напряжение. Почему? Потому что подсознательно она будет опознательно повторения этой ситуации. Но давайте подумаем вот о чем. А если сразу та же самая ситуация, но при этом, допустим, тот же звук мотора мотоцикла, но только грабят не ее, не нашу, так сказать, испытуемую, да, не нашу профессиональную. Об другого человека, скажем, это будет, ну, другой, другая черта, которая находится рядом. Женщина в этом случае видит, что на ее глазах, значит, человек грабит, она также становится свидетелем, свидетелем плохого, негативного события. Но какие будут последствия у человека? Конечно, мы здесь не учитываем таких характеристик, как впечатлительность, мнительность, тревожность и так далее. Это вот стандартный такой волевой уверенный в себе человек, да, вот. Что происходит? Человек каждый раз, в случае, если он слышит вот подобное, он будет испытывать то же напряжение, но напряжение будет меньше, гораздо меньше, потому что эмоциональная вовлеченность меньше человека в этом случае. Так вот, ваше восприятие этих людей зависит также от эмоциональной вовлеченности в тот самый первый раз, когда у вас это произошло. Понять, почему такая эмоциональная вовлеченность была, понять, что вас задело от этой ситуации, в чем вы не уверены в себе и самостоятельно добиться этого, в первую очередь, поможет вам преодолеть внутреннюю неуверенность в себе. А дальше, путем того, что предложила коллега, вы сможете избавиться от внешних признаков данного симптома. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.